Ты сказал, что ты не религиозный, верно? Нет, я не религиозный. Ты бы сказал, что ты агностик или атеист? Я бы сказал, я думаю, я верю в Бога. Ты веришь в Бога. Расскажи мне об этом. Я бы не сказал, что это идеально, но я молюсь чему-то. Ты молишься чему-то. Я не знаю, чему я молюсь, но я знаю, что там есть что-то сверхъестественное. Хорошо. То есть ты веришь во что-то? Да, я верю во что-то, но я не знаю почему. Хорошо. Если ты говоришь, что ты веришь во что-то, создало ли это что-то этот мир? Да, оно создало мир. Да. Так что если мы посмотрим на этот мир, какими необходимыми атрибутами должно обладать это что-то, чтобы создать этот мир? Во-первых, оно должно обладать силой, чтобы создать этот мир. Да. Оно должно обладать мудростью и знаниями, иначе оно не может создать этот мир. Оно должно знать будущее, или оно не сможет создать этот мир. Ты согласен со всем этим? Да-да. И оно независимо от мира, иначе оно не может создать мир. Ты согласен? Да, мы... Верно. Так что что-то могущественное, независимое, всезнающее и так далее, это то, что мы называем Богом. Типа, да. Знаешь, для меня Бог не как проекция. Он как бы сильнее, понимаешь? Типа, это вода, это огонь, понимаешь, что я говорю? Нет, это неправильно. Потому что вода и огонь — это элементы, которые были созданы. Да, но оно контролирует всё это, понимаешь, что я говорю? Типа, оно контролирует всё. Я думаю, что ты имеешь в виду, что он всё это. Нет, но он контролирует всё. Да, да. Да, это хорошо. Тогда ты веришь в Бога. Да, да. Но ты говоришь, что ты не следующий религии. Да, я не следующий. Хорошо. Так что этот Бог, о котором ты говоришь, послал к тебе пророков. Да, он послал к тебе посланников. Сколько людей говорили, что мы посланники от Бога? Многие люди. Иисус, Моисей, Ной, Авраам и пророк Мухаммед, алейхим саляту ассалям. Все они пришли с одним и тем же посланием. Они сказали, что есть только один Бог. И этот Бог контролирует всё, как ты сказал. Он создал всё, как ты сказал. Он тот, кто даёт жизнь и отнимает жизнь у людей, верно? Да, абсолютно. Так что твоя вера – это такая же вера, с которой пришли посланники Бога, верно? И в дополнение они принесли откровение. Да, откровение. Зачем тебе нужно откровение? По двум причинам. Во-первых, чтобы рассказать тебе о твоей цели в жизни. Почему ты существуешь? Верно. Зачем Бог создал тебя? Он создал тебя. Так что это причина, по которой Он создал тебя. Так что откровение скажет тебе, почему Он создал тебя. И также скажет тебе, куда ты направишься, когда умрёшь. Загробная жизнь. Что произойдёт в загробной жизни? Теперь вторая причина – рассказать тебе о морали, что правильно и что неправильно. Я не понял, что ты сказал. Мораль – это что правильно и неправильно. Так что оно также говорит тебе о морали. Например, как ты узнаешь, что правильно с моральной точки зрения? К примеру, несправедливо убивать неправильно, воровать неправильно, давать милостыню – это правильно, верно? Так что тебе нужно откровение от Бога, чтобы знать эти вещи. Без откровения ты не можешь знать этого, верно? Как ты можешь знать это? Ты не можешь знать. Верно. Поэтому Бог посылает тебе откровение по этой причине. Итак, если ты веришь в послание пророков, и веришь, что Бог послал этих людей, потому что они пришли с доказательствами, и люди последовали за ними. Например, за пророком Мухаммадом, алейхиссалату ассалям, следует 2 миллиарда человек. За Иисусом следует 2 миллиарда человек. Фактически 4 миллиарда. Потому что мусульмане тоже верят в Иисуса, верно? Да. Итак, если у тебя есть все эти миллиарды людей, верующих в них, значит, когда они ходили, люди видели, как они совершали поступки, которые показывают, что они от Бога. Чудеса. Они показывали, как они совершают поступки, чудесные поступки, которые показывают, что они от Бога. И из-за этого люди верили в них. И не только верили в них, но они умирали за них. И когда они умирали, они продолжали свое послание, верно? Как сподвижники пророка доносили его послание. И сподвижники Иисуса доносили его послание. Потому что они посланники Бога. И они показали доказательствами, что они от Бога, верно? Итак, вопрос в том, принимаешь ли ты этих людей как посланников Бога? Что ты думаешь о них? Ты веришь в посланников Бога? Да, я верю, я верю. Конечно, есть некоторые различия между ними, например, в Коране. Да, Иисус, Моисей, Ноя, Авраам. Да, точно. Да, я читаю. Я, конечно, не понимаю всего, но... Да, но ты веришь в пророка Мухаммада, в Иисуса, Ноя, Авраама, пророков и посланников Бога? Да, да. Я вижу некоторые вещи в своей жизни и говорю, «Хорошо, это должно быть что-то вроде знака от Бога». Хорошо. Так что ты веришь в то, что верят мусульмане. Почему бы тебе тогда не принять ислам и затем двигаться вперёд, стать мусульманином, а затем начать практиковать свои жизни? Но я не знаю всего об исламе. Я ездил в Дубай, и я знаю не так много. Большинство моих друзей мусульмане. Позволь мне удивить тебя. Я не знаю всего об исламе. Никто из людей не знает всего об исламе, верно? Да, мы знаем немного, и мы учимся каждый день. Но каждый должен с чего-то начинать. Никто не рождается со всем знанием. И то, что интересно, что свои движники пророка, алейх саляту ассалям, все были новообращённые. То есть они приняли ислам позже. Они не родились мусульманами. Они были старше тебя. Им было около 40-50 лет. И они приняли ислам. Хорошо? Да. Потому что это истина. Когда ты понимаешь, что это истина, прими её. И затем учись. И дело в том, что именно поэтому мы здесь. Мы свяжем тебя с людьми. Не переживай. Возьмём твою информацию. Твой номер, твои данные. Мы свяжем тебя с нашей командой. Они научат тебя молиться. Если у тебя есть вопросы об основных вещах, они научат тебя этим вещам, как это делать. Но самое главное – это то, во что ты веришь. Если ты веришь в основы, столпы религии, и ты уже веришь в них, ты уже веришь в Бога, и Его пророков, и Его посланников-ангелов за гробную жизнь, и ты веришь в судьбу, и ты веришь во все эти вещи, верно? И ты веришь, что мы должны молиться только Богу, и не молиться людям, верно? Да, но ты знаешь, для меня, когда ты принимаешь религию, ты должен делать что-то вроде концентрации, понимаешь? Ты должен делать что-то вроде… Ты должен молиться, я делаю много вещей в своей жизни, это хорошие и плохие вещи, понимаешь? То же самое, то же самое. И ты знаешь, смешивать все это, мне трудно остановиться, потому что, знаешь, сначала я должен остановиться. Это то, что говорит дьявол людям. Каждому человеку, прежде чем он примет ислам, дьявол говорит, сначала ты должен быть совершенным, ты должен следовать всему правильно. Никто не способен на это, никто. Я делаю грехи и ошибки, он делает грехи и ошибки, все люди совершают грехи и ошибки. Но Аллах сказал нам в Коране, что Он просит тебя лишь делать все возможное, но ты всегда будешь падать. Вот почему у нас есть покаяние. Ты знаешь, что такое покаяние? Да-да. Зачем нужно покаяние, если мы можем стать совершенными и делать все правильно? Нет нужды в покаянии, верно? Покаяние есть, потому что Пророк, алейхиссарат вассалям, сказал, что каждый сын Адама совершает ошибки. Но лучшие из тех, кто совершает ошибки, это те, кто раскаивается. Так что каждый ребенок Адама означает, что все люди совершают ошибки, они совершают грехи. Но лучшие из нас, это те, кто раскаивается. Те, кто говорят, о Боже, прости меня, я поступил неправильно. Я стараюсь изо всех сил. Я прихожу и прошу прощения у Создателя. Я не думаю и намеренно, что я вернусь и снова буду грешить. Нет, но иногда ты слаб, ты человек. Аллах говорит в Коране, Люди созданы слабыми. Мы не идеальны, понимаешь? Мы совершаем ошибки. У нас есть желание. Но вопрос в том, что лучше, оставаться не мусульманином, делая все это? Или стать мусульманином и совершать хорошие и плохие поступки? Что лучше? Ну, очевидно, стать мусульманином и делать хорошие и плохие поступки. Да. Так что пока что ты в худшем положении, верно? Так что не позволяй шайтану говорить тебе оставаться таким, какой ты есть. Это еще хуже, понимаешь? Парни, с которыми я говорю как бы об исламе и что-то в этом роде, они говорят, «О, ты должен быть хорошим. После того, как ты примешь религию, ты должен молиться». У меня много друзей. Они как бы начинают молиться, а спустя два месяца перестают молиться. Ты понимаешь, о чем я? Да. Ты будешь человеком, который повинуется Богу. Игнорируй других, хорошо? Аллах говорит в Коране, «О, те, которые уверовали, на вас лежит ответственность за себя». Имея в виду, что когда настанет Судный день... Как тебя зовут? «Микаэль». «Микаэль». Хорошо. Аллах не спросит тебя в Судный день, почему Микаэль не молился. Он спросит тебя, почему ты не молился. Ты понимаешь, что я говорю? Да-да. Поэтому Аллах говорит, что ответственность лежит на тебе. Беспокойся о себе, прежде чем беспокойся о своих друзьях, которые не молятся. Их будет спрашивать Аллах. Для меня делают они это или нет? Они сами за себя ответят перед Аллахом. Но важно, если я делаю это или нет. Аллах спросит меня. Это важнее. Если ты молишься, ты должен держаться с хорошими товарищами, хорошими друзьями, а не друзьями, которые молятся, а потом оставляют молитву. Держись с друзьями, которые не оставляют молитву. Мечети полны мусульман, которые молятся каждый день, верно? Многие мусульмане молятся каждый день. Ты должен окружить себя хорошими друзьями вокруг себя. Потому что эти люди напомнят тебя. И если они падают, ты тоже напоминай им. Но дело в том, молятся они или нет, ты сам должен быть на истине. Ради себя, понимаешь? Мы не делаем это, потому что это делают наши друзья. Мы делаем это, потому что это истина. Мы делаем это, потому что это повеление Бога. Ты понимаешь, что я говорю? Даже если я единственный на всей планете, кто молится, я буду молиться, потому что Бог повелил мне. И когда я умру, Он призовёт меня к ответу за то, молюсь я или нет. Верно? Так что сосредоточься на этом. Теперь, знаешь, что ты должен сделать, чтобы стать мусульманином? Ты знаешь, что такое шахада? Нет, я не знаю, что такое шахада. Да-да. Шахада, ты произносишь ее, чтобы стать мусульманином. Шахада – это свидетельство того, что ты веришь, что есть только один бог, достойный поклонения, во что ты уже веришь. Да. И ты свидетельствуешь, что пророк Мухаммад – его посланник. И это то, во что ты веришь. Когда ты это говоришь, тогда ты входишь в ислам. И это свидетельство веры, шахада, – это твой билет в рай. Если ты умираешь с этой верой, и ты делаешь всё возможное, ты практикуешь. Проблема в том, чтобы делать всё возможное, понимаешь? Это сложно. Делай по мере своей возможности. Никто не идеален. Да, я знаю, но для меня я как бы не очень плохой парень, понимаешь? Но ты знаешь, как перестать делать плохие вещи? Ты знаешь, как перестать? Нет. Я знаю как. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе как? Но деньги – это всё для меня. Ты знаешь, как ты меняешься в этих вещах? Да, я знаю, что когда я меняюсь, я должен остановиться. Нет, но ты знаешь, как получить готовность, энергию и силу, и чувство, чтобы измениться? Как это получить, ты знаешь? Я не знаю. Начиная с добрых дел. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, сказал нам, что вера в сердце, которая подталкивает тебя к хорошим и плохим поступкам, увеличивается и уменьшается. Как она увеличивается? Добрыми делами. Так что, пока ты не начнёшь молиться и не делать добро, ты всегда будешь оставаться там, где ты находишься сегодня. Да, но когда я молюсь, когда я что-то делаю, я не должен делать плохих вещей. Кто молится и не делает плохих вещей? Назови мне одного человека. Давай, давай. Если ты его найдёшь, я скажу «хорошо». Найди мне одного человека, который молится и не делает ничего плохого. Ну, я… Кто этот человек? Да, но кто? Нет, каждый друг, которого ты знаешь, они делают плохое и хорошее. Могу я задать тебе вопрос? Да, прошу. Кто-то сказал, что Коран говорит, что если ты делаешь плохие поступки или хорошие поступки, это скажется на том, сколько у тебя будет денег и сколько у тебя будет страданий, понимаешь? Хорошо. Хорошо. Если ты делаешь хорошие или плохие вещи, это правда или нет? Нет, это не правда. Нет. Аллах говорит, что тот, кто верит и делает праведные деяния, мы непременно одарим его прекрасной жизнью. Хорошо? Да. Потому что он поминуется Богу. И хорошая жизнь не означает только деньги. Хорошая жизнь не означает, что ты будешь довольным. Знаешь, ты можешь поехать в Африку и найти того, кто улыбается каждый день. И он счастливее, чем ты когда-либо будешь. Да, я знаю. Потому что он доволен. И он счастлив тем, что у него есть, понимаешь? И это может быть дано только Богом. Так что Аллах даст эту хорошую жизнь тому, кто является хорошим человеком, повинующимся Богу. И он даст ему довольство в этом мире. Даже если ты потеряешь все, ты будешь доволен, потому что у тебя есть Аллах, верно? Человек, который не верит в Бога, деньги – это все для него. Женщина – это его Бог, деньги – это его Бог, или что-то еще. Нет, женщины – это мусор. Нет, нет, женщины – это нормально. Не говори такого. Ты не можешь оскорблять всех женщин. Но я понял, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, что тебе все равно на них. Я родился в неполной бедной семье, понимаешь? У меня была только моя мама, не было отца, есть младший брат и сестра. Да, да, да. Я понимаю, что ты говоришь, я знаю. Ты знаешь, кто обеспечивает нас? Кто дает нам деньги? Бог, да. Так что тот, кто дает тебе риск, тот, кто дает тебе обеспечение – это Аллах. И Аллах говорит, если ты будешь благодарен, Аллах приумножит тебе не только в деньгах, но и во всем. Но смотри, если я делаю плохие вещи, продолжит ли Аллах давать мне деньги? Аллах дает тебе деньги, потому что он кормилец. Он обеспечивает даже неверующих. Но дело в том, что он увеличивает для верующих. Потому что ты свидетельствуешь, что есть только Аллах. И ты свидетельствуешь, что пророк Мухаммад – его посланник. Ты подчиняешься ему. Ты пытаешься молиться. Ты пытаешься избегать зла. Он сказал тебе не есть свинину, и ты не ешь свинину. Он сказал тебе не воровать, ты не воруешь. Так что ты в сто миллионов раз лучше, чем человек, который говорит, что нет Аллаха. Я просто буду делать, что хочу. Как вы можете быть равны? Вы не равны. Аллах говорит, не равны те, кто уверовали и совершали праведные деяния и творящие зло. Они не равны, говорит Аллах, ты понимаешь? Потому что ты подчиняешься Богу и делаешь это, потому что ты веришь в Него, понимаешь? Я думаю, ты готов, верно? Думаю, ты уже там. Все, что ты говоришь, это говорят все до того, как принимают ислам. Я могу прямо сейчас показать тебе видео парней, говорящих то же самое, что ты говоришь, слово в слово. Потому что приходит шайтан и внушает тебе эти идеи, понимаешь? Он пытается помешать тебе. Он говорит, что сначала ты должен быть совершенным. Но никто не может быть совершенным. Твоя вера в Бога – вот что важнее. И как я сказал, мы соединим тебя с людьми. И у тебя есть хорошие друзья мусульмане, верно? Есть хорошие друзья, которые также помогут тебе, верно? Да, мой друг помог мне. Аль-хамду лилля, аль-хамду лилля. Давай тогда сделаем это. Сначала мы сделаем это на английском, а потом на арабском, хорошо? Давай сделаем это. Ты готов? Хорошо, говори. Я свидетельствую. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения. Что нет никого достойного поклонения, достойного поклонения, кроме Аллаха. Кроме Аллаха. И я свидетельствую. И я свидетельствую. Свидетельствую. Свидетельствую, что пророк Мухаммад, является его посланником, и слугой . Видишь? Это очень просто, очень легко. Я скажу то же самое на арабском языке. Слово в слово. Говори. Ты говоришь, это даже лучше меня, брат. Обними меня, брат. Машаллах, обними его. Обними его, брат. Обними его. Машаллах. Да, машаллах. Теперь он мусульманин. Да, он говорит шахаду лучше меня на арабском языке. Машаллах. Это естественно. Это естественно. И это ключ для того, чтобы кто-то попал в рай. И Аллах выбрал тебя, потому что сколько людей проходит мимо. И из этих людей не каждый придет и покирится, и повинуется Богу. Верно? Смотри, это жизнь и испытание. Это путешествие. Испытание? Да. И испытание заканчивается нашей смертью. И мы должны оставаться на этой вере. Но знаешь, этот тест будет сложным на данный момент. Тогда женись. Что? Тогда женись. Но знаешь, для меня я неплохой человек. Но я пока что зациклен только на деньгах, понимаешь? Потому что сейчас я хочу добиться того, чего я желаю. Я хочу купить дом для моей мамы. Ты думаешь о деньгах? Ты это имеешь в виду? Деньги? Да, да. Пока что это моя проблема. Аллах говорит в Коране. Вы чрезмерно любите деньги. Так что Аллах говорит, что люди чрезмерно любят деньги. Важно то. Проблема не в том, зарабатываешь ты деньги или нет. Проблема в том, что есть ли деньги в твоем сердце. Нет, деньги не в моем сердце. Ты понимаешь, что я говорю? Но мне нужны деньги. Да, нам всем нужны деньги. Кому не нужны деньги? Ты понял, что я пытаюсь сказать? Я говорю, что деньги не должны быть в сердце человека. Но да, ты должен пытаться работать, пытаться зарабатывать деньги. В исламе многие из подвижников были очень богаты. Но они использовали богатство в хороших делах. Усман да будет доволен всем Аллах? Он дал свое богатство для снабжения целого войска. Когда они сражались и была очень острая нужда, Он отдал им свои деньги. Он сказал «возьмите мои деньги». И Абу Баккер Он отдал все свои деньги. Буквально, он отдал всё. Ничего не оставил себе. И когда Пророк спросил его «Что ты оставил своей семье?» Он сказал «Я оставил им Аллаха его посланника». Он отдал все свои деньги. Так что ты можешь зарабатывать деньги. Ты можешь быть богатым. Всё это. Но дело в том, что ты должен использовать их правильно. Так, чтобы и было угодно Аллаху. Понимаешь? И не имей этого в своём сердце. Не поклоняйся им. Поклоняйся Богу. И тот, кто даёт тебе эти деньги, это Бог, верно? Это самое важное. Так что не волнуйся. Послушай, у тебя есть свои испытания. Твои испытания – деньги. Его испытания – это женщина. У каждого есть испытания, понимаешь? У некоторых испытания – семья. У некоторых – отец. У каждого есть свои испытания. Как мне узнать, провалил ли я испытания или нет? Единственный способ узнать – это если ты умрёшь мусульманином, ты преуспел. И если ты умрёшь мусульманином, ты преуспел. Потому что любой, кто умрёт в исламе, войдёт в рай. Поэтому важно умереть на том, во что ты веришь. В то, во что ты сказал недавно. Свидетельство твоей веры. Ты практикуешь ислам, понимаешь? Ты выполняешь как можно больше обязательств, которые Аллах повелел тебя. Знаешь пять ежедневных молитв? Есть обязательства, а есть вещи, которые являются добровольными, которые ты можешь выбрать. Ты соблюдаешь свои обязательства и стараешься как можно больше избегать запретов. И иногда ты будешь падать. Иногда ты будешь лениться, но всё равно вставай и продолжай. Ты веришь в это. Это важно. Ты веришь и пытаешься делать по мере возможности. Ты пытаешься вернуться, и ты пытаешься исправить себя. Так делают все. Так что обязательно пытайся, сделай это. И как я уже сказал, дай мне свои данные, я свяжу тебя с кем-нибудь. Я свяжу тебя с нашей командой во Франции. И так加油. Степая.